День добрый 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 И каждый, перед приездом, должен это все обучиться, запознаться и видеть, о чем он ходит. Если он хочет это делать, то нужно ехать. Если он не хочет, то не может вообще подходить. Далее. Что мы еще изменили, такого источного, чтобы сделать очищение вантробы безопасным? Конечно, чтобы вытруть пассажиты. Если не вытруть пассажитов, то они, при очищении вантробы, збираются в пулка и не пропускают ни с одной стороны, ни с другой. И когда говорят, что по очищению вантробы или в тракции у них ничего не пошло, а вымятывали этим всем желчим, и все это не выпили, то в большом стопне возможно, что это были пассажиты, которые заблокировали элиты и не пропустили. Так что перед очищением я лечу обовязково, чтобы вытруть все, чтобы этого свинства не было в организме. И без этого тоже не можно рушить темат очищения вантробы. То будет очень тонкий процесс очищения. Далее. По очищению вантробы тоже требуют левативы. Я лечу, конечно. Далее. Мы попробовали, как все описано было в разных методах, во всех методах, чтобы по очищению выпить какие-то сочки, такие лагодные, есть якую зубу там, барзо такую лагодную, и на самой справе нема можливости, чтобы так робить. Все, что есть лагодное, мы попробовали, и были барзо здоровые эффекты. Я увидел, как ратуют себя пьяки, которые пьют водку и фактически ратуют себя на теле, что у них пришелся работать с организма вантробы в первой коленности, или в первой коленности вантробы. И вышло так же, я зауваживаю, чем они себя ратуются. Фактически то звыкли сочек с огурков или с капусты, и они уже летают, и вантроба стала работать, и организм пошел работать. И с этого повода, при очищении вантробы, мы использовали подобный метод, и каждый, кто очищает вантробы у нас, то использует этот сочек по очищению, одразу выпивает, и то первое, что человек пьет, это сочек с огурков или с капусты. И, поверьте, эффект барзо добрый, несамоветно добрый. Инга я бы никому не радую. Далее, по очищению вантробы, может быть какая-то боль, или какой-то стан запаленный, или что-то такое. И, опять же, мы используем, мы используем вантробную воду, чтобы заварить, а еще больше, всеми разом, конечно, использовать зимную воду, для того, чтобы и зничулить себе, и те процессы, которые могли после очищения зашкодить, по выходе, разом с каменними, какими-то инфекциями, которые сидели в этих каменниках, сидели там дуже вантроба, бежали на себе и яды, и инфекции, которые там есть, и она откладается, та инфекция в этих каменниках, как бы замагазинована, и когда человек очищает, то все выходит. И, чтобы то не делало на организм шкодливо, я лечу, конечно, хартоваться зимной водой. Она уможливает все проблемы с ликвидацией. Ей же неочеснее, если у кого-то что-то болит, то она ее неочеснее сничуляет. И, что еще порадил бы тем, кто беде, например, очищал водоробу? Знову, на темат выживения. Дуже людей в уголе пошли на какие-то диеты, и смотрят на то, как на догму, как бы на то, что их как бы улагодняет и дает только при этой диете и дает нормальное житие. На самой справе, я подходя к диетам, что они только меньше шкодятся, бо они дают только те элементы, которые там есть, а человеку требует все. И чтобы дать все, то, что организм потребует, так же я лечу уже, человек должен брать выживение, то, что он хочет. И то, что организм потребует, и сам говорить им, съешь ту котлетку, альбо то мясо, альбо то воживание, альбо то сочек, и он должен руковать, а не вы. И он бадает, и он говорит вам о том, что ему нужно, и чего его бракует. С того поводу, я заумажу, по очищению отроби, как было в 60-ти, написано, желчево лагодное выживение по очищению, мы снова сделали отвертное. Мы дали, першая зупа, которую человек есть, то зупа с готованных ног, альбо с куры, альбо со свиньей. И так же, ежели человек мыслит, что еще бы что-то лагодное, то я лечу отвертное. Там желатина, которая есть в тих местах, в тих костях, в тих ногах, она дает, робит такий процесс, что улагодняет выживение, улагодняет процесс травения по очищению. Еще очень важный темат, при очищении я лечу, конечно, чтобы перед очищением, по очищению, делать такие забеги, например, как солярий. Жатая, кто в оголе выживает солярий, снова дезинформация, снова кламяются, а тем же то шкодя, на самой справе, я лечу, то единая метода, которая урахамляет в антробу. Удаводнить вам, просто, бо ежели организм захамыванный, например, у детка, которая только уродилась, и у него желтачка, то что то есть за желтачка, что в антробу в оголе не працует по роде, в честь не працавала в антроба матки, а в антроба детская не урухомилась, чтобы працавать самодельно, и ест желтачка. Науковцы бадали все, что есть возможно на свете, и витамины, и таблетки, и защеки, и краплювки, и все. Оказалось, что все без дуры. Засталась только одна вещь, которая делает это скучно и на 100%. То солнце, альбо тот самый солярий. Детка дают до инкубатора, до такого поемника, в котором насветляют его ультрафиолетом. И то такой самый солярий, который в шэндзе, говорит, что шкодливый. Если детскую не шкодливую, которая только уродилась, то можете верить мне, что всем людям на свете солярий не только потребный, а конечный почем. А для очищения в антробе в этом процессе его обовязково нужно использовать. Также я радую вам то, что нужно сделать. И в том комплексе, который мы используем, солярий у нас обовязково, можно сказать. Далее. Что можно и есть, что можно использовать. Мы то делаем еще много разных массажей, которые уможливают урухомить целую працу организма. Мы уже вами, например, биоэнерготерапию, которая дает программы, которых нема для, например, травения, для працы в антробе, для иных нажондов. То мы даем такие программы. То биоэнерготерапия уможливает тоже. Но, опять же, есть много вещей, которые нужно помнить, чтобы тот, кто робил биоэнерготерапию, чтобы он был здоров. Это конечный воронок для этого сделать. Так же я вам поведел главные засады того, что нужно помнить при очищении. Если вы хотите сделать очищение, какими-либо методами, необовязково моё. Моё было очень, ну, тяжелое для использования, можно сказать, в доме, с всеми такими вещами. Но даже я использовал на почетку ту методу, наибростейшую, можно сказать, только 10% от того, чего мы сейчас используем. И это было тоже скучно. Так же, если вы хотите жить здоровым, то нужно очищать вонтробы. Помните эти вот предочищение вонтробы, нужно сделать очищение элит, нужно сделать много-много приготовления сочек, вебковый, олий, носпы, венгелек ты в ванной, солярий, много-много. Там описано, на приклад у меня, забавьте, что там есть, можете спокойно это уживать в доме. Хотел бы вам поведеть, много людей возвращаются в дом мне до дня сегодняшнего с дружными парадами, с консультациями и всеми. Я не могу никого консультовать, даже с такого взгляда, что, если человека не видишь, я человек очень поважный, я никого не лечу на отлежность, я никому не радую ничего вагуля. чтобы был какой-то контакт, чтобы что-то поведеть и забачить. Не можно лечить человека, не забачивши его причины. Разумеете, не? Диагноз вагуле для меня неистотный и для меня неяснее. Вы мне все говорите, что я хворую на такий диагноз, для меня то не сниму ведь. У каждого человека может быть одновременно диагноз, но причины разные, 100% разные причины при каждой хворобе. это вы сами не тратят на методу, которая ему зашкодит. Ну и так должно быть. то засады жизненные. Не может человек делать злого и тратить на добрую методу. И если я тратил кто-то на шарлатана, можете никому не говорить, вам встыд, потому что вы сами шарлатан, и вы тратите на шарлатана. Вы не зауважаете, что вы делаете в жизни. А если вы тратили на доброе, и вам помогла та метода, то подзянкуйте Бога, что он вам помог, и вы делаете какие-то добрые женщины. Я тратил этой засады. Есть силы высшие, и они альбо помогают с его ворунками. И если есть сон, то сон, который есть людский, то нет в сравнении с соном, который есть с горы. и также я лечу же есть ворунки, при которых человек выздоровеется, при которых он не выздоровеется. У меня были ситуации, когда человек был в барже теньшком стане на остатнем стопне, а а был в праве здоровый, а человек умирает, и никто не может ожидать рады. Даже я не могу дать рады, силы есть высшие, которые делают то, нужно. мы только умрувки на этом свете, чего поменять рубцы добрые жечи. Только добрые жечи дадут вам добрые жечи для вас. Зло, человек роби, взруцает для него, конечное взрутие для него, может даже велик ротнее. То засады. Засады житёвые, спроводённые тысячи лет. Также, если вы хотите идти из натуры и выздороваться натуральными методами, поменствуйте в натуральных житёвых засадах. На следующем оценке, которое я бы допровадил, я ещё сделаю мощный такой темат, очень важный и интересный, на темат зничтоления. Мне это очень беспокоит этот темат, потому что много людей, которые приезжают домой, используют какие-то сроки. Есть сроки натуральные зничтолионцы, и ещё будем проводить дальше такие разговоры, не знаю, только несколько раз в и буду на фейсбуке у себя, когда это будет. И это будет сначала в российской, потом в польской, а потом в ангельской. так же прошу не денервовать, когда видите, что я разговариваю по-российски, по-ангельски, а по-польски нет. Если вывод идет в тот самый день, он будет отбываться в двух, или в трех мовах. по-калей. Хотел бы поведеть и порадить вам всем здоровье, счастье, и чтобы вы были для людей нужны, и чтобы вы помогали людям. Это самое главное. И жить долго и счастливо. Если что-то моих метод, используйте. Если вы лечите то каждый лечит, как и может лечить то люди, которым подобные, которые ненавидят, то кажите, и каждому свое. Как я говорил в тракте разговора. Каждый должен достать то, что он заслуживает.